Зеноклэш Зеноклэш Зайти в Steam и накупить игрушек там, за место Heavy Rainer Вот и наткнулся на удивительное событие Оказывается, собирается выпускаться игра под названием Зеноклэш 2 Вторая часть, собственно, вот этой игры Купив её, я получил в подарок Зеноклэш и решил пройти вдали канала Что можно сказать об этой игре? Она была выпущена в 2009 году, я тогда ещё учился в университете И притащил как-то раз с собой на флешке на парах поиграть У нас было свободное время Вот, и народ достаточно забавно отреагировал на эту игру В принципе, игра одна из немногих сделана на движке Source То бишь, движке Half-Life 2 Сделали её бывшие мододелы Собственно, это их, по-моему, первый проект коммерческий Игра получилась не очень хорошей, не очень интересной Но, я думаю, она будет забавной для того, чтобы её показать на канале Потому что это такая, можно сказать, инди-разработка Вот, сеттинг у неё необычный, необычное происходящее в этой игре В общем, она такая, достаточно немножко сумасшедшая Вот, хотя, сам геймплейт, на сути, это шутер с большим уклоном на драке на кулаках первого лица А-ля Dark Missy of Might and Magic, который был сделан даже на движке Source Так, ну что ж, давайте начинать Нет, я не хочу выходить из игры, я хочу нажать в новую игру Ага, так, начать новую игру Существа в этой игре вообще совершенно диковатые Художники, конечно, достаточно специфические у неё Фантазия у них такая, немножко Сумасшедшая, не знаю, как назвать Эксцентричная Сюжет игры подаётся достаточно не то, что оригинально, но, скажем так, наоборот Достаточно штампованно, по принципу, вы увидите конец игры, а мы вам покажем, что было за N лет до этого Зачем я решил пройти вообще эту игру? Ну, в принципе, я хотел пройти Xenoclash 2 для канала Кажется, что он появился Ну и, как бы, для полноты коллекции давайте пройдём его первую часть Потому что она короткая В принципе, не думаю, что мы будем долго с ней заморачиваться Ну, вот, собственно, вы увидите завязку игры, которая внезапно исчезает и у нас начинаются флешбеки Здравствуй, ребят Озвучка в игре, конечно, просто шик Но не удивляйтесь, на самом деле в оригинале она не лучше Да ты что? О, можно посмотреть просто на внешность этих героев Где ещё такой бредятельный найдёшь? Разве что в каких-нибудь вангерах Нэ! Нэ! Как ты стерва? Нэти, курица! Нэ! Нет, не хватит, я хочу ещё Бали! Теперь будешь драться со мной Не-не-не-не-не Только эти пинки тебе тут не помогут А если по яйцам? Чтобы сражаться с серьёзным противником, нужно на нём сконцентрироваться Я концентрируюсь на тебе! Чёрт, я побрал Теперь все твои атаки и движение сконцентрировано на мне Теперь ударь меня Хич-хич-хич Помни, что я один удар Полни серию из трёх ударов рукой Играет музыка не заострилась Серия ударов гораздо быстрее куда лучше чем одиночные удары Окей Играет музыка не заострилась Играет музыка не заострилась Блокируй мои удары Ох, как? Продолжи блокировать, последний да я не устану не боюсь ух ты мрозь такая я устал отстанет на я заметил астамина кончилась это как боевая система кстати в этой игре неплохо сделано но если что она не очень удобно ой чё он допустим вот на этом чё хочет от меня а сейчас если вы думаете что в игре только кулачные бои то в принципе ошибались здесь еще есть и стрельба из странных видов оружия разбить его лицо на тебе разбил тебе лицо пошел нафиг хорошо да конечно я не отключился игра на самом деле чисто фановая то есть не ждите от нее никакого интересного сюжета там каких-то продуманных персонажей там интересного с этим носили конечно забавный но он к сожалению подается очень я бы сказал как-то тупорно что лет информации немного фактически все что вы видите и слышите а каких-то там какого-то лора в этой игре особо не дождаться но мне свое время игра понравилась может быть понравится и вам что вы решите ее сами пройти вот он такой вот мир порожденные фантазии какого-то художника я иногда люблю побывать вот таких немного крызанутых мирах кровища от наши подруженцы подруженцы главного героя если ты останешься со мной они и до тебя могут это наш главный герой пунь оторвешь зачем не надо открывать мою путь так болен так пока наша подруга и забавный а обоих 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 что делаете смотрите какие забавные уродцы что делаете тут ты и и и и и Ой, он куда-то улетел Так Да, держусь, я держусь Ты кто? Я же тебя бил уже Ого Фига у тебя Удар шака Нориса прямо На-на Пошла вон отсюда Так, остался ты, курица Ай, дар лед не А, вырыло не хочешь, а у тебя рыло-то нет Нене, нене, нене тебе Подсказка, вы можете поднимать Есть руки, да, отлично Блин Так, где мои фрукты? Ты кто вообще? Ты живой, а? Или не очень Че мне эта стрелочка показывает? Туда идти? Другие обитатели этого мира Странные, непонятные Ой, я сломал стол, извините, я случайно Так Хрум-хрум-хрум Хрум-хрум Понятия не имею Это пролез, да что-то мне нехорошо О, опять Окей, взял Так, вот видите Вообще непонятно, что это за оружие Похоже, что-то типа винтовки Баба М Теперь перезаряди оружие Окей Отлично Я посыграю в маленькую игру Эм, не надо играть в маленькую игру А, вот это вот одно из самых дебильных Моментов в игре Ну в игре на самом деле дохера дебильных моментов Вот, из-за которых ее нельзя назвать хорошей Я сейчас должен стрелять по курицам Что в принципе Достаточно муторно Кидай Свою курицу Ой, глюки Ты кидаешь, не? Ну я пока перезаряжу Какашками каким-то стреляем Ты ей кидаешь, э Давай уже, завязывай, слышь Хватит над животными издеваться А, ну голову отрывает А она без головы летит Типа пока она не сдохла Я должен ее застрелить Ой, блин Ну и бредятина На каком бойце? Да, я понял Где боец? Ага Зачем я сконцентрировался на нем Если я его Я могу кидаться оружием, да? Не-не Теперь бери череп-бомбу Череп-бомбу Дай мне в последний раз увидеть, как она взрывается Боже Тебя через голову проходит палка Тебе это не мешает? Так, бросит череп-бомбу Да, отлично бросил А если на курицу почему-то взорвалась Взрыв был последним, что я увидел, пока еще был жив Ну это печально Последним, что увидела отец-мать, пока он была жива Пока он была жива Ты не мертвый Ну, вам пока, наверное, еще ни хрена не понятно, что происходит Я-то эту игру проходил В принципе, мне сюжет известен Включая Определенные повороты Я не буду исправить Жуко-птиц Мама, жуко-птицы Что же делать? Мне нужно Оружие Да, я понимаю, что я могу бегать, но мне же нужно оружие Во Так, ну чё, стерви, это вы же коптится тут Упс Интересно, патроны у меня бесконечны? Я уже не помню Да, вот вы видите очередную разновидность оружия Который, по-моему, называется рыбопистолет или что-то типа такого Да, вдохните ты вы, сволочи мелкие Давай Велком ту хел, сволочи Да, вообще, понять, попадая я по ним или нет, невозможно Крайне, пока они ближе не подойдут Так, чё, всё, кончились? Надо бы, что ли, сенсивити побольше поставить Чё, тебе? Волосатая Я думаю, я могу спрыгнуть на ту крышу Ах ты Ты чё, упыль? Авуха Обвисшая Ты как? К порядке вообще? За меня не беспокойся, Гер А за кого беспокойся? Опять вы? Я вам только что дюлейно выдавал О, и чё? Нена? А, я могу бить Нена, 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 нена На самом деле здесь не очень выгодно переходить в дальний бой Потому что противники часто, да, вот так вот подходят И просто всекают Пока вы пытаетесь перезарядиться Блин, я чё-то уже... Нена! Нена! В стерве Знаю тебе Так, один ушёл О, хо-хо-хо Да, тут выгодно подбежать Так, дать в щи сразу Чтобы Противник выронил оружие И не стрелял Больше Собака Ну, он меня стреляет Ты чё вообще творишь, женщина? Да Да, женщину сбивать, конечно Тихо Ой Нэ, апперкот тебе У нас главный герой, похоже, тот ещё Кулачный боец Да, блин Да, корявость в этой боевке присутствует Вот, конечно Но Фан Она не мешает, на самом деле, получать По большей части Ой, иди в пень Нэ Нэ Лежачих, говоришь, не бьют Побуем пинать тогда Ай Ай, блин Чё такой урод-то? Да, ты же, посмотри Как ты мне достаёшь-то Нэ Нэ Лежи, не вставай В твоих интересах Фух Кое-как я отменялся Ребят О Такая ещё штука есть, блин Ну и уровень окончилась, конечно Солома, ты не решила пойти со мной Дэкро, поскольку я никуда не собирался И ты собирался ждать там? Пока миллион твоих братьев и сестер Не доберётся и не убьёт тебя Давай, кусок вогна Пойдём на побережье Кусок вогна Фига нас женщина смотивировала Похоже, теперь моя очередь следовать за тобой Ну да, последний раз я, в общем-то, как и сказал, играл в 2009 году примерно в то же время, когда и вышла Left 4 Dead первая. Поэтому не могу сказать, что я вообще помню все эти уровни. Да, естественно, я их не помню нифига. Ну и чё? Крабы? А, они дохнут? На, теперь у нас такой вот арбалет, стреляющий каким-то вагном, как любят здесь говорить. Движок Source, кстати, легко можно узнать по воде, по эффектам, соответствующему воды. Он мало где в таком виде. Я помню, когда выходила Half-Life 2, много было, много говорилось на тему движка Source, его на тот момент в самых мощных возможностях по симуляции огня и воды, динамического освещения и тому подобного. Нене! Нене! Сейчас ты, конечно, этим уже никого не удивишь, но, блин, на то время вода мне казалась прям-таки вообще чудом. с ее прозрачности, с ее отражением окружающего мира в зависимости от угла падения света и тому подобного. так, что-то на нас тут, я смотрю, какие-то кракозябры уже. Что скажешь? Кого-то стреляешь? Я там никого не вижу. Ладно. Два ли мы уже отсюда, короче? Пока нас не сожрали. Хорошо, что патроны у этой хрени под бесконечные. Можно не беспокоиться, что они кончатся. Единственное, что перезаряжать приходится каждые пять секунд. Так. Ой. А! Да, я вспомнил. Главный герой не умеет прыгать. На пробел он бросает свое оружие. Он, конечно, удручает. Шутер, в котором нельзя прыгать, он, мягко говоря, неадекватен. И. Продолжаем. Так. Я. Ой. Ёлы-палы. Это тут целая засада просто. Э, как эту калитку отворять. Ой, Господи. Так. Умри уже. Это зябра. Супер оружие. Ну, как вы можете видеть, соответственно, специфический визуальный дизайн оружия, как бы, мягко говоря, обрекает его на бесполезность. Шутерная часть этой игры, она весьма-весьма удручает. Так. Ага. А я не мог, значит, тут дверь открыть. Да, уровни в игре малюсенькие. Загружаются. Ну, соответственно, вы помните, да, в Hell's Life 2 все уровни, они очень маленькие, на самом деле. и загрузки часто в свое время очень сильно раззадалбывали просто. Сейчас-то, конечно... Сейчас, Римат, наверное, уже успела отправить за нами сотни твоих братьев и сестер. Сейчас все эти загрузки происходят практически мгновенно. Но все-таки не сотни. Да ты что? Не сотни. Значит, мы в полной безопасности. Так что ли? Забавно, что движок Source позволял делать практически реалистичную лицевую анимацию? Но, к сожалению, в этой игре ее не применили на полную силу. Они не такие страшные. Вот смотри, этому приспичило биться головой о разные предметы. И ничто не заставит его передумать. А почему он это делает? А почему бы и нет? Так. Офигеть. Да, наш главный герой, он... скажем так, изгой племени, что ли, как-то так. В свое время он жил среди вот этих вот безумных корвидов и перенял их час безумия, а потом вернулся и решил кое-что изменить в своем мире. Давай. Давай. На тебе, вопешник. Давай-давай. Давай-давай. Я же увернулся. Нет, не увернулся, видимо. Ой, они еще кидаются каким-то говнищем. Визжет смешно еще. Так, 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 спокойно, ребят, спокойно. Ух ты, стерва, ты еще и уворачиваешься от моих ударов. Ты че? Бич. Хватит. Бах. На. Да на ты. Слышь. Ты. Хватит мне кидаться. Да. Искусственный интеллект этих товарищей оставляет желать лучшего. на. Да на. Да не вставай ты, слышь, ну, полежи немного. Отдохни. Так. Да, я в курсе. На. На. На самом деле, один из самых эффективных способов убиения противника это запинывание их ногами, когда они лежат. Ау. Ну. Не-не. А пружебу вернись. Ой, влетел. Тихо. А? Что творится? Что делается? Обоих сразу. Это-то по-хорошему, по-нашему. Увернулся. А, ты чё? Курица такая. Ау, 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 ау. Улетел. Сейчас я тебе... Куда ты собрался? Ну-а-а. Не-не. Отлично. Разобрались. С ребятами. Корвиды свободны от таков реальности, так что они могут сходить с ума. Гениально. Восхищаешься. Я был диким Корвидом. Да ладно тебе. Это правда. Вот так я провел большую часть последнего месяца. Би, я с головой. А дерево. Так это Корвиды заставили тебя убить отца мать. Они, да? Нет-нет, все совсем не так. А что ты тут делал? Что в этих психах ненормальных такого особенного? Я не понимаю. Трудно объяснить. Попробую рассказать тебе о Корвидах, которые не встретились. Во, сейчас пойдут флешбеки. Как я говорил, сюжет будет подаваться таким специфичным образом. Ну вот, возьмем к примеру, Ирмению. Ирминия манерность под себя, а в конечном итоге умерла от голода. Вот так вот. Потому что Корвиды свободны от своих нужд. Как урон или не да? Вот еще Гейбел. Гейбел ел людей. Просто потому, что он такой. Корвиды свободны от морали и здравого смысла. Если бы я был вроде Анимасты, я бы дал Гейбел у меня съесть. Но я не хотел, чтобы меня съели. Так. Я не хочу, чтобы меня съели. Э! А зачем вы меня бьете? Я же вас не трогал. На! Еще блокирует мои удары. Ох ты, их нифига мне с разворота влепило. На! 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 Анимаста! Анимаста! Да, блин! И найди ее! Поджогник тебе! Так, теперь остался вот этот хрен. Я помню, здесь есть боссы, у которых достаточно специфичные. так, мы можем подобрать эту фигню. А! А ты че? Стерва! Да ты че? Да, блин! На! Где моя палка? Какая палка? Воспомни, как ей драться. На! 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 отлично! Крупных врагов можно победить лишь при помощи ударного оружия. Да, вот такая специфичная хрень здесь есть. Не так-то просто с боссами сражаться. А, я не помню, в игре есть квиксейлы? Похоже, нет. Да, 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 что-то такое, я помню. Меня очень раздражало в это свое время, что в игре вообще нельзя было сохраняться. Нужно было очень многие моменты просто переигрывать заново с так называемых контрольных точек. Ой, а зачем бросил я ее? Так. На. Ой. Тихо. Жирный. Ой. А я так могу сделать? Блин. Сволочь. Так. На-на. Джедайский удар. Офигеть ты жирный. Ой-ой-ой. Нет, кто-то сбоку. Конечно. Я моя. Тихо-тихо-тихо. Где моя палка? Вот слабых врагов как раз не очень выгодно бить палкой, потому что они смордируются. Не поделили что-то. Прелесть. Безумие этой игры, конечно, оно иногда захватывает просто. блин. Бил этого, не успел вернуться ржирного собака. Бери палку Так, полечились Да, ты посмотри, дай себе ударить-то, ну Сволочь Давай, 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 жирный Покажи, на что способен, жирный Жирный Че, закрылся-то? Блин, даже с ног его сбил Ой, я сломал оружие Иди ты в пень, короче, мне нужно новое оружие Ой, а это та, которая сдохла от голода Потому что мочилась под себя Ну, либо мочилась под себя, потому что сдохла от голода Не знаю Так, а где я палку-то возьму? Эй Так, блин, она сломалась Она уже мне не поможет Ой Глупо было прятаться за камнем, который катится А, ну, он вроде бьет Не знаю Ты че? Ты че толстый? Да блин Из-за того, что она короткая, я теперь попасть по-моему не могу Да? А, блин Да? Да? О, хорошо полетел Ты куда сообразился? Мелкий На она Ааа Иди Страшный А, блин, что вы все от меня хотите? Эм Ты че? Мама да ё-моё умри а прелесть где хрюндель который ел людей потому что он такой поедатель людей сволочь я победю победил что победил ждать куда не помог да что ты будешь делать то но это долго его размахиваешь что на все эти свинья я тебе я все равно не очень понимаю слушай дальше и дальше историю эту вот здесь я встретил аксометра аксометр ходит по прямой и ничто не способно заставить его свернуть просто потому что он такой вот аксометр сборище психов такое еще был хилим хилим очень хотел быть невидимым поэтому выкалывал глаза всем кто мог его увидеть к счастью для меня он так и не стал невидим очередная драка с дебилами до стрелковое оружие она не очень эффективно против застранцев он на самом деле может сбивать их с ног и убивать как осталось ворона сдох ладно давайте на этом безумном моменте завершим серию сам был я ведьмак большое спасибо за то что смотрели эту бредятину мы проходим зеноклэш подписывайтесь комментируйте оценивайте приходите еще всем пока а